Так, Андрей Вячеслав, привет, Андрей. Все, поехали. Ну что, друзья, 23 мая 2018 года, среда, 13 часов, поэтому у нас, как обычно, в это время технико-экономический вебинар проекта Skyway. Видите, заставка теперь пошла у нас уже более информационная. 72 дня до Экофеста, 117 дней до Инотранса, это еще одного события, к которому мы готовимся к 2018 году. Так, Олег, ну, друзья, мы подходим сейчас уже к тому, ну, скажем там, и процессу состояния, когда у нас на вебинар ходит примерно одно количество людей, примерно один и тот же состав, но, как говорится, слава Богу, того, что мы с вами говорим не одни и те же вещи, а у нас постоянно идет развитие проекта и постоянно нас ожидает, и мы постоянно с вами разбираем что-то новое. Значит, вы заметили уже, что, ну, наверное, по регулярным трансляциям мы стали меньше показывать слайдов, меньше стали показывать роликов, потому что это все потом собирается в, как мы называем, боевом леске, и у нас Леонид готовит вот этот вот информационный листок по итогам вебинара, где идут основные тезисы и куда мы вставляем основные репортажи, ролики, которые проходят за неделю, поэтому, по сути дела, вот этот боевой листок, это тезисы вебинара и все основные репортажи, которые проходят за неделю и плюс те материалы, которые мы упоминаем в, соответственно, в своих выступлениях с Алексеем, то есть все они там уже расписаны, это такой очень хороший инструмент для того, чтобы можно было быстро получить информацию и при необходимости передать ее и поделиться с кем-то из партнеров. Поэтому, друзья, мы с вами сейчас, как мы уже говорили, при подготовке к главному событию нашего Скайвейского года, это Экофесту, подготовка идет самым активнейшим образом, готовится сейчас весь конструкторский состав, производственный состав головной компании, конструкторского бюро, зал струнной технологии готовится, соответственно, наш директорский состав фонда Скайвей Капитал, то есть при работе с партнерами и подготовке этого мероприятия готовятся наши фонды-партнеры, то есть кто работает сегодня на проект Скайвей. И, друзья, 4 августа мы с вами все собираемся в Марьиной горке, это, конечно, будет главное значимое событие, и мы, конечно, на каждом вебинаре, сейчас на каждой нашей встрече будем об этом говорить, чтобы понимать значимость этого события, понимать того, что мы с вами там увидим, и, соответственно, дальше, чтобы уже при переходе на следующий Скайвейский год мы, соответственно, понимали, куда и мы дальше движемся. Поэтому всегда это очень ответственно, то есть это уже будет у нас, получается, третий экофест в таком виде, как он сейчас сложился. Это всегда ответственный момент для команды разработчиков и для инженера Юнифского лично, потому что это большая ответственность, это как отчетное собрание перед партнерами, перед акционерами. Это большая такая экзаменационная работа для конструкторов и тех инженеров, которые изготавливают и путевую структуру, и подвижной состав. Соответственно, мы с вами будем уже видеть в действии на этот раз порядка, наверное, пяти действующих машин. И, соответственно, дальше это уже экзамен для тех, кто продвигает проект и выступает уже с точки зрения партнеров и инвесторов. То есть это мы с вами все вместе для того, чтобы проект развивался и двигался дальше. Восемнадцатый год, как мы говорили, что это переломный момент, потому что прошлый год наша задача была продемонстрировать и показать, что технология существует. Мы с вами, друзья, это сделали и доказали. Сейчас мы приступили к новому этапу. Это уже запуску сети адресных проектов, построение, собственно, самой сети Транснет, для чего мы с вами и собрались, и для чего мы с вами создали и инвестор-водящую систему, и, соответственно, все направления приложений, которые сегодня работают в этом направлении, и, соответственно, информационное поле, которое мы сегодня с вами осуществляем. Это и вебинары, которые сегодня ведутся, и всевозможные каналы, которые используются. То есть мы совместно сейчас с нашим техническим отделом капитала пытаемся наладить еще трансляцию одновременно и в ВКонтакте. Но пока, скажем так, эту неделю, наверное, еще пойдет в записи, но на следующей неделе у нас обязательно будет трансляция и ВКонтакте. Поэтому в Мирополисе вы уже привыкли, это традиционный вебинар. Дальше он идет по всем нашим чатам. Вячеслав делает запись и очень быстро выкладывает, соответственно, по всем нашим ресурсам. Также это идет и в моем ресурсе в Facebook, и у Алексея в Instagram и в Facebook. Вот. Ну, сейчас еще добавится ВКонтакте, и я, насколько знаю, идет еще трансляция по двум или трем каналам в YouTube. Вот. Это тоже из наших партнеров, кто-то организует. Соответственно, охват, информационный охват проекта Skyway, он довольно-таки сейчас широкий. Ну и плюс вот этот боевой листок, который мы сейчас запускаем, он переводится еще и на порядка там сейчас 7 или 11 даже языков. Соответственно, это тоже то, что дает сегодня представление о всем развитии. Ну, друзья, конечно, сейчас основное наше внимание, то есть и ту группу, и та команда, которая собралась сегодня вокруг нас с Алексеем, это как раз синергия или, как мы называем, генезис двух направлений, которые мы сегодня все больше и больше объединяем и запускаем уже единую систему, единый продукт, который называется Transnet и дальше развитие Transnet Space. Это, конечно, наша платформа на блокчейне платформа Transnet. Это, друзья, получается без преувеличения, можно сказать, уникальнейший инструмент. Мы сразу анонсируем несколько вперед, что сейчас ведем постоянные консультации, постоянную работу с нашими партнерами, инвесторами и видя, какой сегодня есть интерес к и токенизации, к цифровой экономике и вообще к крипто направлению. В целом, мы сейчас продумываем и мы тоже, наверное, хотим с вами и посоветоваться и обсудить ряд вопросов, что запустить сейчас пакет уже наш внутри Skyway Capital, который будет одновременно на ваши инвестиции давать и акции проекта Skyway, который сейчас и токены платформы Transnet. Как это будет выглядеть, друзья, мы сейчас прорабатываем и, скорее всего, в ближайшее время на наших обучениях, которые мы в ближайшее время начнем. Мы этот продукт будем вам предлагать и для тех, кому, друзья, интересно это направление, кто готов рассматривать инвестиции и в то и в это направление, то это будет, ну скажем, такое очень интересное предложение, поэтому следите за личным кабинетом. На конференциях, которые мы будем в ближайшее время проводить, мы все это будем рассматривать. А конференция у нас, по-моему, 6 или 7 июня ближайшая конференция будет в Италии, в Вероне, потом у нас будет большая конференция встречи в Варне, в Болгарии, вот, ну и там дальше по расписанию целый ряд встреч, которые мы готовим, это мы уже будем рассматривать и объяснять. Плюс наш Youth School, который мы запускаем, вот, соответственно, сейчас он тестируется, мы как раз все эти направления будем уже прорабатывать и до вас доводить. Поэтому у нас много что ожидает интересного до Экофеста, но Экофест сам по себе 4 августа в Марииной горке это та ступень, которая будет открывать уже следующий год. И здесь я почему говорю именно следующий год, что и на Транс, который будет проходить в Берлине, это будем считать уже события следующего Skywayевского года. Потому что там по традиции уже, без преувеличения можно сказать, что мы вкладываем уже традицию в развитие проекта, что в прошлом году, позапрошлом году в сентябре на Инотрансе были показаны первые образцы электромашин, то есть первые образцы подвижного состава Skyway это наши юнибайки и юнибусы, которые вызвали неподдельный интерес и дальше они уже были до конца года, то есть 29 ноября вы помните, уже начались первые ходовые испытания сначала юнибайка, потом юнибуса. Сегодня это уже полномасштабные технические изделия, которые застратифицированы и которые уже сегодня находят свое применение уже в конкретных проектах и сейчас уже идет и заключение контрактов и отработка уже конкретных трасс с применением уже этого подвижного состава. Поэтому следующая традиция, которая будет развиваться в таком же темпе и таким же направлениями, это сейчас демонстрация уже в действии юнибуса 48-местного, потом будет показана машина скоростная, именно уже юнилет, который в перспективе будет давать скорость 500, а может даже и 600 км в час. Это будет основой экспоната на инотрансе и соответственно дальше он будет вставать сначала на низкоскоростные ходовые испытания, потом по мере строительства трассы уже удлинения на следующий год скорости будут увеличиваться и к следующему инотрансу, то есть уже однозначно будет продемонстрирована машина, которая будет уже полным ходом проходить испытания, сертификацию уже на высоких скоростях. И следующий этап, вот я абсолютно уверен, то есть сейчас уже инженерная школа и юницкий стал представлять уже следующего поколения подвижной состав, который реально уже выходит в скорость 1250 км в час, то есть это уже гиперьюг, вот соответственно, значит инотрансе 2020 года будет показан как минимум прототип или модель уже гиперскоростной системы. Соответственно, дальше дальнейшее развитие уже будет точно по такому же сценарию. Поэтому, друзья, здесь правило задаем мы, здесь правило задает конструкторское бюро Юницкого и соответственно здесь уже определенные вещи начинают прогнозироваться. Соответственно, с запуском платформы, а мы планируем параллельно с Экофестом уже делать и запуск платформы Transnet. Это именно как приложение на блокчейне, которое будет автоматизировать и максимально упрощать систему запуска адресных проектов. Соответственно, это будет уже направлено для инвесторов из круга, который сегодня знаком и работает в крипто направлении, в блокчейн направлении. Но в дальнейшем это естественно все будет объединяться в единую систему построения сети Transnet. И мы с вами, друзья, уже эту сеть строим и мы можем сказать, что мы приступили к формированию следующей сети именно цивилизационного развития, именно развития технологии, то, что идет за информационным пространством, то, что мы сегодня все привыкли и знаем, называем интернет. Мы сегодня строим следующую сеть поколения, это Transnet. Соответственно, как мы называем нашего младшего брата интернет, он дал все возможности, он дал возможности создать информационное поле, он дал возможности объединить инвесторов для того, чтобы направить вектор для решения единой задачи, то есть сделать детерминированное направление инвестиций, что мы с вами, друзья, и сделали и создали технологию и всему миру показали. Сегодня следующий этап это построение уже транспортно-информационной энергетической сети Transnet, которая будет затрагивать уже каждого жителя на нашей планете, который будет решать все транспортные проблемы, которые стоят сегодня перед цивилизацией, будут решать все экологические проблемы, которые мы сегодня имеем с развитием и транспорта, и энергетики, которые есть, и, соответственно, готовить условия для развития уже сети следующего поколения, потому что вы помните, что мы работаем уже и на ближайшую перспективу, то есть Transnet для нас это уже реальность, если для кого-то это еще фантастика, и он думает, что не сходя с своего кресла попасть в Париж, это фантастика, то для нас, друзья, это уже абсолютная реальность, потому что мы работаем над созданием этих машин, мы работаем над запуском уже этих проектов, мы реально уже сегодня общаемся с теми, кто является заказчиками на эти трассы и направления, и мы видим, как сегодня в конструкторском бюро формируется уже Skyway четвертого поколения, сейчас уже начинает закладываться основа Skyway пятого поколения, и то, что мы говорили, с следующим этапом, это когда вы, не сходя со своего кресла, находясь в своем юнибайке, в своих любимых тапочках, уже можете попасть не только в Париж, а можете еще попасть и на орбиту Земли, на Луну, а может быть еще и дальше. И как мы уже с вами говорили, для кого-то это звучит фантастикой, друзья, здесь мы даже сегодня не пытаемся с этим не спорить, не опровергать, тролли для вас полным ходом, друзья, почва, говорите и делайте, что хотите, соответственно, мы сегодня это реализуем, мы сегодня делаем, и мы как раз та команда во главе с инженером юницким, которая реально декларирует определенные технологические вещи, а потом их демонстрирует. И начиная с начала 2014 года, друзья, вы, наверное, обратили внимание, что все, что задекларировано, все сделано. Есть определенные смещения, скажем так, сроков и приоритетов, то есть тут много сейчас идет разговоров о меморандуме, который был в начале 2014 года, что там были заложены этапы, и от них идет определенное сейчас отступление, с чем, друзья, я согласиться в принципе не могу, потому что по этому меморандуму, да, у нас сегодня должно уже строиться скоростная дорога, и мы должны уже были выйти в испытания скоростной дороги, но сегодня построен первый разгонный участок, поэтому скоростному модулю есть куда выйти на низкоскоростные, то есть ходовые испытания, но, друзья, в меморандуме не было юнибайка, юнибуса, то есть легкой системы, которая сегодня уже встраивается в бизнес, там не было юниконтов, то есть перевозки контейнеров, которые сегодня уже запускаются и выходят на уровень бизнес-проектов, там не было летающих дронов, которые в автоматическом режиме строят путевую структуру, а сегодня на Экофесте, друзья, мы с вами все своими глазами увидим, будет возможность даже пощупать, ну уж сфотографироваться, это точно вместе с нашим дроном, который реально в автоматическом режиме будет строить путевую структуру в труднодоступных регионах и самое главное, друзья, что это полностью автоматизированная система и все управление будет строиться уже на цифровой системе со применением технологии блокчейн, соответственно, друзья, это все формируется и делается. Сказать о том, что мы могли это предположить в 2014 году, друзья, это будет абсолютная неправда, поэтому все течет, все меняется, но, как вы, наверное, уже заметили, развивается и движется это только в направлении, скажем так, активного развития, дополнения и капитализации тех активов, которые мы сегодня с вами формируем. Поэтому, друзья, я очень надеюсь, что при нашей встрече на Экофесте это будет действительно праздник, это будет действительно встреча таких очень серьезных людей, которые занимаются единым делом, которые являются соратниками, я бы так сказал, соработниками в том деле, которое мы с вами ведем. Мы готовим еще со своей стороны именно команды разработчиков платформы еще одну очень серьезную вещь, связанную с демонстрацией синхронизации работы блокчейна и реальной экономики, реального производства. То есть, когда Венебайк будет двигаться по кругу, соответственно, будет проходить параллельный процесс токенизации, мы будем показывать, как происходит движение уже цифровых активов. Этого никто никогда еще не смог сделать, потому что такая задача на сегодняшний момент невыполнима. Но то, что мы сегодня двигаемся, работаем и уже соприкасаемся с реальным производством, где формируются сегодня производственные циклы, замкнутые циклы, и это уже готовая среда для того, чтобы ее сегодня оцикровывать, ее сегодня токенизировать, и это тоже то очень серьезное направление, которое мы сегодня объединяем. Но лидером, конечно, самым главным технологическим процессом, это строительство трасс SkyWay, это построение трансмета, которое и будет локомотивом тянуть за собой соответственно все производственные процессы, которые будут оцифровываться и в конечном итоге включаться в эту новую цифровую экономику. Поэтому SkyWay здесь в прямом смысле является локомотивом не то, что это транспорт, а то, что это то направление, которое задает тренд в технологическом развитии. Как мы говорили уже, что следующим этапом это будет уже развитие территории, это построение линейных городов, это уже выход в новую систему и расселение, и новая система развития производства именно, которая соответствует шестому технологическому укладу. Это, друзья, мы с вами тоже чуть попозже на наших вебинарах и наших занятиях по именно токенизации и запуску цифровой экономики. Мы с вами это будем ждать. Почему сегодня мы придаем этому большое значение и убеждаем и рекомендуем вам к этому очень серьезно присмотреться? Да, друзья, это очень непростой момент, особенно для тех людей, которые первый раз только подключаются и слышат и не понимают сути, как работает токенизация, как работает цифровая экономика. Но, друзья, все, что сегодня дальше движется, оно движется в этом направлении. Так же, как глупо сегодня рассматривать развитие любого производства, любого предприятия без развития интернета, без развития новой сегодня системы, допустим, учета бухгалтерского или налогового, который использует сегодня система 1С. Это просто нереально сегодня. Предприятие, которое это не использует, оно не может существовать в сегодняшней среде. Точно так же тренды, которые сегодня идут с развитием информационных полей, дальше развивать производство, развивать территории, заниматься современным бизнесом без цифровой экономики, без участия в этом процессе, просто нереально. Поэтому, друзья, мы изначально закладывали это в систему Skyway, это и система внутреннего управления, то есть внутреннего блокчейна, который защищает информацию именно технологическую, которая идет для управления системой и движения, соответственно, всей системы Transnet. И дальше мы вводим систему уже и учета всех транзакций, которые будут происходить внутри Transnet Space и, соответственно, уже развитие и участие каждого, кто находится в этой сети. А, друзья, все будут делиться на две категории. Либо вы находитесь в этой системе, вы находитесь внутри цивилизации, либо вы находитесь за ее пределами. Соответственно, вы не можете пользоваться ее владами. Так же, как если у вас нет сегодня смартфона и вы не включены в сеть интернет через оператора, вы не можете сегодня получить те услуги, которые сегодня дает цивилизация. Как бы вы это не хотели или как бы вы не пытались это сделать. Это сама технологическая система. Поэтому для того, чтобы сегодня пользоваться интернетом, надо иметь смартфон или планшет, ноутбук и, соответственно, быть включенным в сеть. Кто соответствует этим требованиям, тот пользуется этим услугами. Кто не входит в эту систему или кому это по каким-то причинам недоступно или нет возможности, то, соответственно, у вас и нет возможности пользоваться сегодня теми возможностями, которые дает интернет. Transnet это следующая сеть. Она дает еще более расширенные возможности. Она еще более вводит цивилизацию сегодня в нашу жизнь. Хорошо или это плохо, друзья, это не нам и не мы об этом будем следить. Наша задача, друзья, это убрать сегодня те причины, из-за которых порядка полутора миллион человек гибнет сегодня на дорогах, а около 15 миллионов становятся инвалидами. Это то, что сегодня статистика, то, что дает сегодня нам автомобиль. Наша задача запустить Transnet и сделать систему абсолютно безопасный. То, что дает сегодня инженерная технология Юницкого, то, что дает сегодня абсолютно экологическое перемещение, то есть непотребление энергии с использованием углеводородов. То есть это возможность не выбрасывать миллиарды тонн отработанных сегодня вредных веществ, которые потом нам возвращаются с пищей, с водой, с воздухом. Соответственно, наша система, задача сделать перемещение быстрым, экологическим, безопасным территорий, доступными для расселения и для, соответственно, проживания. А наша жизнь должна, как мы говорили, уже стать спокойной, безопасной и очень продуктивной. То есть наша задача с вами, друзья, жить и радоваться на, соответственно, этой земле. Следующая задача, это то, что мы говорили уже в перспективе, это создание сети следующего поколения. Это седьмой технологический уклад. Это уже создание ЮНЕТ, то есть это объединенная сеть следующая, которая позволит уже все вредное производство, которое находится сегодня на Земле, вывести уже на геостационарную орбиту, либо на наши колониальные поселения на Луне. И, соответственно, Землю сделать абсолютно экологически чистой. А все производство, которое сегодня загрязняет и автомобиль, который дает нам транспортную услугу, но, соответственно, загрязняет атмосферу и убивает людей в прямом смысле. И наше металлургическое, химическое производство, которое мы не можем жить сегодня без продукции, которую дает металлургия и нефтехимия. Но, друзья, мы также имеем побочий эффект. Это загрязнение и, скажем так, насилие над природой, которое происходит параллельно. Сегодня есть возможности, есть технологические решения, которые может это брать. И это также цель и задача нашей платформы Transnet, которая также будет и запускать проект Spaceway, то есть уже космическая дорога. Мы также будем говорить и привлекать сегодня партнеров и активных людей, которым это интересно и которые готовы на этот предмет и слушать, и задумываться, и потом участвовать. Вот поэтому, друзья, как мы говорили, это все звенья одной цепи. И если говорить по мобильности, то мы начинали, говорили, что с анализа мобильности ноль, это когда человек ходил пешком, жил в пещере. Потом появилась мобильность один ноль, когда человек сел на лошадь. Вот потом два ноль, когда появилось колесо и телега. Вот сегодня мы живем в эпоху мобильности перехода 3.0, то есть когда появился двигатель внутреннего сгорания в 4.0, когда к этому автомобилю добавляются уже интеллектуальные возможности, которые дает интернет. Возможности 4.0 у нас реализованы в нашей системе. Вот дальше мы переходим к мобильности 5.0. Это концепция мгновенного перемещения, когда вы перемещаясь в своем кресле и можете одновременно заниматься несколькими делами, начиная от спорта и кончая активной работе в интернете. Соответственно, 6.0 это когда вы еще и можете при этом менять скорости и ваш модуль, ваш юнибайк в автоматическом режиме может двигаться сам со своей скоростью 150 км в час. Дальше уже как системы купе по системе кинг-юру со скоростью 500, а со временем и 1200 км в час. Ну и друзья, конечно, мобильность 7.0, то что мы сегодня ввели, это когда вы еще можете на этом же модуле, на вашем же любимом юнибайке, в вашем любимом кресле еще и выходить на геостационарную орбиту. Это, друзья, уже для кого-то полная фантастика. Но для нас уже нет абсолютно фантастических вещей, потому что время сейчас настолько сжата, она настолько быстро развивается, что, друзья, еще мы, не говоря уже о наших детях, они уже увидят это своими глазами. Сегодня весь научный мир и, соответственно, мир, который заглядывает в будущее, он об этом сегодня говорит. Илон Маск уже много лет продвигает систему Hyperloop, которая отчасти является конкурирующей, но с точки зрения технологии она очень близка к тому, что дальше пойдет развитие, соответственно, транснета. То, что сегодня необходимо производство выносить на геостационарные орбиты, об этом сегодня уже говорят все ведущие научные инженерные школы, а как раз школа Юницкого отличается от этого тем, что у нас сегодня есть инженерные решения, которые мы реализуем и которые вложатся в основу капитализации, в основу запуска уже новой цифровой экономики. Поэтому то, что сегодня для многих является будущим фантастикой, мы сегодня реализуем и эту информацию мы до вас доводим. Эту информацию мы просим делиться сегодня с теми, кто пытается заглянуть в будущее и, соответственно, исходя из анализа, уже принять для себя инвестиционные решения. Потому что, друзья, когда мне говорят, что где-то есть какой-то пророк или где-то есть какой-то предсказатель, я сразу задаю вопрос, друзья, сколько миллиардов долларов у него на счету? Если говорят, что он не миллиардер, я не говорю миллионер, друзья, это даже неинтересно. Если мне говорят, что предсказатель не миллиардер, я сразу говорю, он шарлатан. Все. То есть даже не обсуждается. Потому что любой человек, друзья, который сегодня обладает информацией хотя бы на неделю вперед, друзья, я не говорю месяц, я не говорю год, неделю вперед, это уже очень богатый человек. Очень богатый. Потому что сегодня с теми инструментами, которые существуют, это бесценная информация. Поэтому, если любой человек, который позиционирует или кому-то говорит, что он может кому-то помочь и предсказывать, но при этом у него на счету в банке лежит ноль, или он еще берет деньги за то, чтобы предсказывать. Друзья, это шарлатан. Поэтому прошу больше. Я почему это говорю? Мне тут просто регулярно пишут, что вот мы там общаемся с тем предсказателем, тем предсказателем. И я сразу отвечаю, друзья, если он не миллиардер, больше мне не пишите на этот предмет, он мне не интересен. Поэтому, друзья, то, что мы сегодня, чем мы сегодня занимаемся, это научный прогноз, это футурология. Мы анализируем и видим тренды, которые идут сегодня в технологическом развитии. И мы, соответственно, исходя из этого, рекомендуем вам, соответственно, участвовать или не участвовать в этом проекте. Поэтому на сегодняшний момент, начиная с 2014 года, когда мы продемонстрировали и Юницкий, как инженер, продекларировал и изготовил новую транспортную систему, соответственно, исходя из этого, мы говорим, что определенные вещи, которые будут ожидать с технологической точки зрения нас в ближайшие 2, 3, 5, а сейчас уже и горизонт поднимается где-то до 10-15 лет, то мы абсолютно точно уверены и знаем, как это будет развиваться. Исходя из тех финансовых инструментов, которые сегодня запускаются и прежде всего это наша технологическая платформа именно на блокчейне Transnet, мы как раз создаем инструмент, когда в этом можно еще и поучаствовать. Когда создан инструмент, когда в будущее можно инвестировать. Соответственно, друзья, кого это интересует, кто заинтересован в том, чтобы участвовать в этом процессе, вы наши партнеры, вы наши друзья, вы наши соратники. И здесь, друзья, когда нам задают вопрос, а что вы можете показать? Друзья, вам есть что показать, у нас есть Марьина Горка, у нас есть конструкторское бюро, у нас есть работающее производство, у нас есть постоянно новые демонстрирующие образцы путевой структуры, у нас сегодня уже есть синхронизация блокчейна с производственной деятельностью, поэтому, друзья, нам действительно есть что показать, и нам действительно есть куда вместе двигаться. Ну все, друзья, я сейчас передаю слово Алексею, я последнее время могу сказать, что я сам с удовольствием его слушаю, и мне тоже уже многие пишут, и я это, друзья, готов со всей откровенностью признать, что его сейчас и выступление, и его сейчас те блоги, которые он ведет, они зачастую даже намного интереснее, чем то, что говорю и делаю я, потому что футурология и экономика будущего, это, конечно, интересно, но то, что говорит Алексей, это, друзья, сегодняшний день, который уже сегодня может очень существенно капитализировать. Алексей сегодня, можно сказать, один из ведущих специалистов в мире по именно токенизации реальной экономики, потому что нет больше такого уровня специалистов, поэтому прошу к тому, что он говорит, относиться очень внимательно и с очень большим уважением. Алексей, тебе слово. Так, а вы можете как раз пока писать вопросы и, соответственно, в перископе здесь, я буду на вопрос отвечать в конце, как всегда. Благодарю, Анатольевич. Ну, сегодня мы уже в разных частях, так скажем, нашей родины, матушки России, то есть я сейчас нахожусь в своем родном городе Челябинске, Сергей Анатольевич, в Москве, и соответственно, мы не пропускаем вебинары, потому что сейчас уже такая начинается работа на местах, непосредственно по подготовке к размещению будущему, то есть что за размещение, что там будет и почему стоит или не стоит наблюдать за этим размещением. Естественно, мы уже будем по уходу дела рассказывать и вы сами будете все это видеть, потому что информационные поля будут достаточно активными и мы постараемся прогреметь, так скажем, на тех ресурсах, в тех СМИ, где это нужно сделать. Сейчас, собственно, уже я могу сказать, что более с 10 командами было проведено общение по упаковке, по маркетингу, то есть с точки зрения технологической я могу сказать, что платформа Transnet, она готова очень даже и сейчас хотелось бы, чтобы по упаковке, по маркетингу, по юридической схеме уже не просто запускалась в рамках платформы, а в рамках уже непосредственно токенизации будущих адресных проектов. То есть у нас планируется сразу после запуска платформы уже проведение размещения на ряд адресных проектов. Естественно, это уже, так скажем, и бизнес, и продвижение, то есть мы максимально помогаем, но все-таки это уже инициаторы адресных проектов. Руслан тоже Багиров вот как-то заезжал недавно в Челябинск и мы пообщались по возможной теоретической потенциальной токенизации даже адресного проекта в Екатеринбурге. Вы помните, с каким восторгом действительно представитель чиновников приехал с посещением экотехнопарка и насколько Анатолий Эдуардович даже отметил это, что действительно такого увлеченного человека он давно не видел. И это, друзья, не мудрено, потому что вы можете прочитать достаточно много уже статей в блоге Skyway, когда-нибудь этот блог будут читать уже наши дети, наши внуки, как развивался Skyway. То есть уже статьи такие проскальзывают Россия, Италия, Австралия, кто на очереди, потому что проектов прорабатывается достаточно много. Ну и наша стезя, и я могу сказать, это не только наша стезя, как энтузиастов, создателей, сооснователей криптоплатформы, которая в том числе делается для Skyway и в первую очередь как инфраструктурного, инженерного, логистического коммуникатора. Это делается только для нужд Skyway. Но вообще, как бы мы позиционируем сейчас немножко, пересмотрели концепцию, что в плане маркетинговой подачи, в плане и дальнейшего видения нужно позиционировать платформу, как именно токенизация отраслевых цепочек, друзья. Ну а соответственно отраслевые цепочки, логистические, производственные цепочки, это невозможно представить без технологии Skyway, друзья. Потому что это будущее, которое будет максимально вшито и встроено в будущую нашу реальную действительность не какого-то отдаленного будущего, но уже я могу сказать такого недалекого будущего. То есть если в разрезе полутора-двух лет мы можем уже получить не просто первые запущенные в плане финансирования, в плане строительства, проектирования первые токенизированные проекты, но и в плане уже вот Виктор Бабурин ввел такой, именно подытожил, когда мы общались, термин как, ну сейчас это рабочий термин, естественно, с точки зрения юридической упаковки он будет уточняться, как контракт отложенной услуги. То есть есть смарт-контракты, есть умные контракты, но умные контракты, друзья, это все IT-блокчейн-проекты, которых очень сильно колбасит, так скажем, когда что-то происходит с биткоином. Я вам могу сказать, что происходит с биткоином и у нас есть, так скажем, как у создателей платформы планы, как в том числе в будущем уже при создании синхронизации и синергии реальной цифровой экономики не зависеть от биткоина. Но биткоин, естественно, это отец либо мать всех криптотокенов и криптовалют, то есть тут конкурировать никто не собирается, друзья. И тут только партнерство, тут только содружество, но не хотелось бы, чтобы на нас отражались такие вещи, как вы, наверное, помните первое такое падение серьезное биткоина. Со 100 долларов он продампился, упал просто на дно. И, собственно, сейчас тоже некоторые организации, некоторые пулы инвесторов и даже отдельные личности, то есть есть такое объединение, как MT-GOX, манипулируют рынком и централизованные биржи тоже манипулируют рынком. От этого мы всего будем постепенно, так скажем, уходить и это не произойдет сразу, это не произойдет так же сразу, как кто-то думает, появится Skyway и исчезнут автомобили. Нет, друзья, так не произойдет. То есть автомобили, мотоциклы, тук-туки и другие прекрасные азиатские транспортные средства, они так же будут нагромождать мегаполисы, современные мегаполисы, потому что в некотором случае невозможно переустроить современные мегаполисы. Взять ту же самую столицу Турции, тот же самый Стамбул, два аэропорта, я помню, сколько мы ехали с одного аэропорта до другого. Ну и, собственно, те, кто проживает в Москве, тоже понимают проблему пробок. Можно ли сразу перестроить с помощью Skyway эти замечательные города? Скорее всего, ответа сугубо нет. То есть это планомерное действие, но, друзья, будут появляться города, и об этом также и Анатолий Эдуардович общался на высшем государственном уровне в ряде арабских стран. Это будут уже современные, новые, умные. Наверное, это будут и, скорее всего, потенциально, я всегда буду такие вот предположительные вещи говорить, чтобы потом никто не сказал, что вот вы говорили, что линейные города будут токенизироваться, а они токенизируются не все, допустим. И чтобы, так скажем, не записывали наши фразы, хотя вебинары, мы знаем, смотрят под микроскопом, под лупой, за нашим сайтом, который не выходил даже в информационные поля, я имею ввиду сайт платформы, и там будет меняться наполнение, и будет меняться дизайн, стилистика. Сейчас мы сосредоточены над созданием интуитивно понятных интерфейсов, чтобы регистрация в таком сложном понятии, как блокчейн, не сопровождалась нагромождением сложной терминологии и так далее, а просто намного проще даже, чем зарегистрироваться в социальной сети. Единственное, вам нужно будет знать какие-то свои данные, либо Gmail, Google, соответственно, пространство, либо это для русскоговорящих ВКонтакте, Одноклассники можно сделать, то есть это уже, так скажем, будет в информационных полях голосования, и зарегистрироваться в блокчейне Transnet будет не сложнее, чем зарегистрироваться в Viber, завести Viber. То есть сейчас я могу сказать, что многие даже люди преклонного возраста, и это погромное дань уважения, что они стараются хотя бы разбираться в технологии. Ну и что говорить, насколько сердце и душа радуются, когда смайлики вот эти, emoji уже даже старушки сбрасывают и между собой общаются. Потому что это, друзья, технология, это прогресс, и этого никак не избежать. И технологию прогресс нельзя отделять нисколько от экологии. Поэтому я могу сказать, оцените по праву и действительно, насколько правильно подана именно стратегия соревновательного уже уровня проведения очередного конкурса перед Экофестом. То есть сделай что-то сам своими руками, посади дерево, смастери скворечник. Там даже есть такие, ну просто не поленитесь, кто не смотрел, зайдите на Skyway Official ВКонтакте, наверняка все зарегистрированы ВКонтакте, кто смотрит вебинары. И пролистайте, там есть даже и темнокожие наши собратья, ребята, скайвеевские деревья уже на территории Африки садили. И я думаю, что наш новоиспеченный адвайсер и в будущем потенциальный член команды платформы, он тоже с Африки, с Южной Африки. И, соответственно, это один из самых прогрессивнейших городов. То есть у нас команда расширяется. И не думайте, что я либо Виктор Бабурин по юридической, допустим, части, либо Наталья, с которой вы познакомитесь, она будет вести именно вот уже школу обучение, обучение блокчейну. Это так вот оговорился смешно, но это действительно так, потому что блокчейну нужно обучаться. И, друзья, действительно, специалисты такого очень серьезного уровня сейчас это, можно сказать, смогут разобраться в такой технологии, в такой технологии, как блокчейн. И, друзья, мы рекомендуем разбираться с этой технологией, потому что часть адресных проектов, которые будут запускаться, они будут запускаться с помощью модели размещения токена. И, соответственно, в чем преимущество этой модели по сравнению уже с консервативной, казалось бы, такой неповоротливой моделью IPO. И то, что касается акции, то есть токены и акции, они никак не связаны ни в современном мире, ни у нас сейчас. Но мы наблюдать будем за регуляцией, за принимаемыми законами. Я думаю, что мир придет к тому, что все-таки как бы цифровую экономику начнут воспринимать по достоинству. И настанет тот день, я не знаю, когда он будет, что в том числе, если у кого-то вдруг останутся обязательства международной группы компании Skyway, то будет возможность обменять какую-то часть, но это не ближайшее время, это не ближайший год. Но, друзья, все зависит от тех стремительных событий, которые происходят на сегодняшний день в блокчейн-индустрии. И я могу сказать, что нет технологии вообще в мире, которая максимально подходит для токенизации уже целых логистических цепочек. Это именно технология Skyway. Я могу сказать, что у наших партнеров, так скажем, по духу именно инновационного транспорта, но это, естественно, наши конкуренты, у Hyperloop Transport Technologies, у них есть свой отдел, департамент блокчейна. Там нанят, работает очень такой способный парень, который написал книги по проботизации, но я могу сказать, что мы узнавали у наших партнеров, у которых есть выходы, насколько это мощный департамент. Все пока что сводятся к тому, что это больше как маркетинг. И, соответственно, я могу отметить очень мощный IT-отдел, зао-струнные технологии, который синхронизируется, соответственно, непосредственно с нашими специалистами платформы Transnet. И вы увидите много интересного. И перед ЭК-фестом, если будут опубликованы эти видео, испытания мы в любом случае будем проводить. И уже в рамках самого ЭК-феста вы увидите очень много интересных вещей. Какие это вещи, естественно, друзья, мы говорить не можем, но рекомендую всем, так скажем, по-дружески посетить ЭК-фест, если у вас есть возможность, если вы работаете на работе, отпроситься с работы. Потому что я прошлый ЭК-фест, еще он, наверное, на всю жизнь останется в моей памяти и никогда не сотрется. Потому что очень много нового было увидено. И в первую очередь я могу отметить то, что по своей любимой теме я увидел визуализацию в музее. Друзья, не поленитесь, посмотрите, покрутите земной наш шарик и посмотрите, как будет выглядеть общепланетное транспортное средство. Ну а в плане предстоящей реальности у нас есть решение. Это показывает именно этот мир будущей космической индустрии будущих космоградов, как их назвал Анатолий Эдуардович. То есть отработка, соответственно, всей этой технологии. Это будет гиперскоростная фар-вакуумная труба с гиперскоростным транспортом 1250 км в час, который уже начал проектироваться. И, соответственно, я думаю, что при достаточном финансировании, при использовании всех этих методик токенизации и так далее, по ICO, TGE, у нас не будет проблем с партнерством и мы сможем показать уже более такие намного опережающее время технологические решения, как гиперскоростная трасса. Ну и, естественно, отработка перед космоградами. Это будет строительство линейных городов. Это будет огромнейший бизнес, друзья. И я думаю, что если это будет уже происходить в плане токенизации, мы сможем к этому присоединиться. И если это будет происходить в плане краудинвестинга, мы также к этому обязательно присоединимся. Потому что многие задают вопрос, а как долго будет работать та команда, которую я собрал, интернациональная команда? Друзья, она будет работать всегда, пока развивается проект Skyway и пока будут развиваться уже токенизированные адресные проекты на базе платформы Transnet. И тот задел, который уже сделан, если у нас сейчас более миллиона зарегистрированных, ну, положа руку на сердце, работают, естественно, не более миллиона, а 300-400 тысяч человек, то это можно смело умножать на 10, когда мы покажем, планируются даже, возможно, новые пакеты, очень интересные. И вам тех людей, которые были увлечены такими проектами, в кавычках назову, как различные псевдокриптопроекты, как OneCoin и так далее. И другие проекты, которые используют именно репутацию, рейтинг криптоиндустрии. Соответственно, эти люди, молодые преимущественно люди, очень активные, очень амбициозные, очень быстро развивающие структуру и бизнес присоединятся, возможно, именно к вам. У вас будет возможность донести информацию и сказать, что SkyWay движется в ногу, и более того, показать интерфейс, пригласить на первую школу. Многие задают вопрос, когда будет школа. Сейчас мы будем уже с членами правления решать по наполнению, потому что интерфейсы, в принципе, абсолютно минималистичные и абсолютно понятные, ненагруженные. Они уже фактически готовы, сейчас проходят тестирование. У нас также будет и внутренняя децентрализованная биржа, уже со встроенными атомарными транзакциями. И, друзья, вот только даже на это направление некоторые делают целые размещения. Кто знает, может и мы сделаем размещение на Transnet DEX, именно децентрализованную биржу, потому что что-то мне подсказывает, именно функционал, чтобы привязывать уже те ресурсы, которые будут у нас непосредственно при развитии нового сельского хозяйства на основе технологий Skyway, нового гумуса. Соответственно, уже будет формироваться новое ресурсоориентированное, но на экологию ориентированную экономику. И эти позиции также можно будет выводить, если будет получена необходимая лицензия, даже в плане привязки к активам, к ресурсам, как сейчас на Nice, Nasdaq и так далее, различных сырьевых биржах торгуется зерно, торгуются различные сельскохозяйственные ресурсы. И у нас также в логике внутренней биржи уже на базе платформы Transnet теоретически все это можно будет капитализировать. То есть, если, так скажем, многие удивлялись вебинарам, которые у нас проходили непосредственно 4 года назад, и я на них рос, я на них учился, первые вебинары с Сергеем Анатольевичем я конспектировал, и действительно, как бы очень много новой информации пришло, то даже никто не может предположить, сколько информации родит Анатолий Эдуардович, именно уже соприкасаясь с блокчейн-направлением. Это будет форсирование, это будет ускорение, это будет взаимопомощь. И, друзья, какая еще технология, которая только вступает на пьедестал мировых инфраструктурных, транспортных, ну и вообще предоставляющих услуги, нужные человеку корпораций, вступает сейчас на пьедестал мировой и находится, так скажем, на равных позициях с развитием цифрового направления. Если не произойдет запоздание в той или иной мере при запуске адресных проектов, когда не произойдет запоздание, друзья, мы уж точно обгоним всех и навсегда. И, соответственно, слоган каждого будет, кто будет формировать новые логистические цепочки. Это строй SkyWay, спасай планету. А тот, кто будет присоединяться в виде открытого кода разработки, делать все новые и новые приложения, чтобы сеть децентрализованных проектов, сеть умных городов становилась все умнее и все проще для использования любым человеком, это уже будут помогать многочисленные IT-команды и, наверное, даже те школьники, которые сейчас уже начинают изучать программирование. Это вот такой плацдарм, это пласт и все перенесется уже в логику сети Юнет. Но об этом, друзья, расскажет уже Сергей Анатольевич. Технологии объединяет. Технологии Юнайт. Строй SkyWay, спасай планету. Технологии Юнайт. Строй SkyWay, спасай планеты, создайте клиент via терапеву Mickens. Так, друзья, еще раз приветствую, Это различие в подаче информации и то, что сейчас Алексей, скажем, даже не 90, 110% своего времени как раз сейчас проводит в работе с разработчиками, с теми, кто создает и оформляет, уже запускает приложения подкорные, то есть готовит. Поэтому мне самому сейчас общаться интереснее и интереснее, потому что одно дело это прописывать и продумывать экономику, как это будет делать, и общее, как другое дело, это уже непосредственно техника, как это будет реализовываться. Это новая, довольно-таки сложная индустрия. Я с большим удовольствием слежу за тем, как это развивается. Естественно, насколько возможно хватает моих скромных интеллектуальных способностей, я туда погружаюсь. Но на сегодняшний момент, друзья, сам подход именно технологичной оцифровки, токенизации логистических цепочек, именно производственных, сегодня это такая интереснейшая задача. И естественно, что если в существующих технологических циклах это довольно-таки сложно сегодня оцифровать, сделать и перевести в логику оцифровки и токенизации, то формирующиеся вновь запускаемых проектов, особенно на технологии Skyway, это все встает само собой. Поэтому здесь нет никаких сомнений, что все проекты, которые будут выпускаться с применением технологии Skyway, они все будут оцифрованы, они все будут токенизированы, они все будут уже наполнены всевозможными датчиками, которые будут фиксировать и, соответственно, сопровождать каждую транзакцию, каждое движение, которое будет происходить в сети Transnet. Ну а дальше по мере развития и по мере того, как будет развиваться эта система, то с одной стороны это и совершенствование, и более упрощенная система взаимодействия каждого человека с системой. Ну и все, как, друзья, полная аналогия, интернет, смартфон, сегодня уже, по-моему, более 5 миллионов приложений, которые можно закачивать, которые каждое из приложений дает какую-то дополнительную услугу или дополнительную функцию, которую вы можете использовать. Соответственно, это то развитие, в каком мы его сегодня закладываем, и это в том тренде, куда будет развиваться именно приложение Transnet и само приложение, которое запускает и строит процесс. Тут по обучению вопросов, когда будет обучение, друзья, как, уже сказали, обучение идет, мы сейчас проводим, ну первое тестирование такое, общее обучение, это... Так, Суходуев Алексеев, я так понимаю, что кто-то из этого под именем Алексея вопросы задает. Андрей, посмотри там внимательно на бойцом, который там сейчас представляет. Вот. Так, что он не сбил. Это самое, в смысле, когда привлекаешься на это самое, друзья, то... Ну, это и есть задача вот этих вот всех троллей и вывести из равновесия, вот, потому что постоянно сейчас идут нападки. Где можно скачать приложение? Друзья, это приложение будет устанавливаться только, скажем так, через наш кабинет Skyway Capital, вот, и вообще все наше общение, привыкаете, что личный кабинет Skyway Capital, это то окно Transnet, которое будет, ну и, соответственно, дальше уже по мере развития сайта и по мере развития информационного поля можно будет туда входить. Поэтому, соответственно, сегодня всевозможные приложения, которые нам дают функции все больше и больше получать возможности общения с интернетом, точно так же приложения, которые будут запускаться, будут размещаться, они также будут интернет делать, Transnet будет делать все более и более привлекательно. Поэтому, друзья, мы сейчас с директорами Skyway Capital проводим уже такое первичное обучение, это фактически и начало тестирования нашего Youth School, это приложение, которое будет проводить информацию. Как только мы закончим, выявим все сильные и слабые стороны и поймем, как это будет дальше, то мы, соответственно, сразу уже начнем сначала с нашими региональными лидерами, представителями, потом с наиболее активными, скажем так, членами нашего сообщества, ну а потом уже для всех желающих. Я думаю, что прям в первых числах июня, то есть до конца мая мы это тестировали, скорее всего, закончим и в начале июня мы начнем уже такие первые обучающие курсы, но то, что они там к середине июня будут идти уже полным ходом, это, друзья, абсолютно точно. Ну вот, друзья, давайте с вами все-таки готовиться и ждать Экофест и Натранс 72 дня до этого очень серьезного и значимого для всех события, соответственно, это будет и целый старт для целого направления, которое будет уже двигаться на следующий год, наш Skyway-вейский год. Вот, поэтому, друзья, ждите информацию в личном кабинете по новому комбинированному пакету, который мы сейчас готовим и, ну скажем так, заканчиваем полностью его оформление, чтобы каждый желающий, кто интересуется и токенами, и акциями мог одновременно участвовать и в том, и в другом направлении. Соответственно, вся информация будет в личных кабинетах, ну и, соответственно, как мы его подготовим, мы более подробно проведем этот, скажем так, предмет обучения. И, соответственно, и на всех вебинарах, которые ведет и Володя Маслов, и Ирина Волкова, мы расскажем и покажем все нюансы, каким образом можно будет в этом участвовать, каким образом это будет для вас, как именно инвесторов и партнеров, быть интересным и привлекательным. Поэтому вся информация через личные кабинеты и это, друзья, будет в самое-самое, в самое ближайшее время. Ну все, друзья, давайте на этом сегодняшний такой наш скайвейерский рабочий день в среду будем завершать. Информации, которые мы сегодня хотели до вас привезти, мы с Алексеем все вам рассказали. Ждите нашего боевого леска, где будет и тезисное, и дополнительные материалы, которые можно использовать. Так что, друзья, строй скайвей, спасай планету. Technologies Unites, мы технологии объединяем. На этом, друзья, до новых встреч. Продолжение следует...